С июля этого года в Сарове действует утвержденный губернатором повышенный предельный индекс роста тарифов в 6,5%. Предельный индекс – это максимальный шаг роста общей суммы в платежках. В Сарове он выше регионального за счет большего увеличения тарифа на водоотведение. Компания РИР Саров, выступающая с частной концессионной инициативой, обратилась в администрацию с просьбой предусмотреть возможность корректировки тарифов в рамках существующего предельного индекса в случае положительного решения о концессии Горводканала. Представитель потенциального концессионера рассказал, что из фонда содействия реформированию ЖКХ будут привлечены средства. 205 миллионов будут направлены на инвестиционную программу. Тем самым нам удалось избежать повышения предельного роста в 2020-е далее годы. В 2020 году 3,8% платы граждан запланирована с финансовой модели. Со следующего года, 2021 год, плюс 2% на концессионные, которые так называемые губернаторские пределы. То есть там 5,9% получается. Администрация вынесла проект на рассмотрение депутатов. Перед заседанием Думы в пятницу фракция депутатов от Единой России обсудила вопрос и рекомендовала принять положительное решение. На заседании Думы присутствовало 23 депутата. Нет, но за то, что в целом принять прошло голосовать. 18 за. Кто против? Один против. Кто издержался? 4 издержалось. 4 плюс 1 плюс 18, 23. Решение принято. Конечное решение по корректировке тарифа будет принимать РСТ и губернатор. Если предложение одобрят, тариф на холодное водоснабжение в этом году вырастет примерно на 4 рубля за куб и на водоотведение уменьшится на 2,5 рубля. То есть итоговая сумма в платежке не изменится. В случае одобрения губернатором решение вступит в силу только при заключении соглашения о концессии Горводоканала.